Я докажу китайской теоремой области. Заниматься остатками по модулю МН это то же самое, что отдельно смотреть на модуль М и отдельно смотреть на модуль М. Доказательство, к счастью, в высшей степени простое, что здесь что существует отображение из множества остатков при делении на МН в множество остатков на М и в множество остатков на М самым естественным уксом я его задаю. Смотрите, мы берем каком-то число Х из множества чисел от единицы до МН или от 0 до МН-1 и отображаем его просто самым естественным образом. Беру остаток от деления на М и остаток от деления на Н. Вот смотрите, вот этот элемент принадлежит сюда а вот этот элемент принадлежит сюда. Некрасивые символы. Некрасивые символы. Беру, знак преднадлежности надо писать красиво. Ничего страшного. Важно, что в любом случае все равно принадлежит. Как знак не пишет? Принадлежит? Принадлежит. Теперь вопрос. А почему сумме будет соответствовать сумме? Так, прием, он повелел. Когда мы берем остатки, то действительно так получается. Почему прежде 9 будет соответствовать произведению? Тоже понятно. Единственное, что нужно объяснять. Почему это будет взаимно однозначное соответствие? А я знаю. Вот в этом множество m элементов. В этом n. Значит, здесь в прямом предъявлении m умножить на n. А в этом тоже m умножить на n. И дальше мы говорим простую вещь, что у нас есть множество m, n элементов. И оно отображается в произведении от этих. Если это отображение является инъекцией, то оно тогда будет инъекцией. Что значит инъекция? Значит, надо предположить, что есть какое-то число x1 и какое-то другое число x2, которые разные, которые не сравнимы по модуру m и n. И суметь понять, почему не может так быть, что они перешли оба в одно и то же. То есть, что x1 сравнимы с x2 по модуру m, и x1 сравнимы с x2 по модуру n. Ну, это очень легко. Дело в том, что ведь сравнимость по модуру m, значит, x1 минус x2 делится на n. Сравнимость по модуру n, значит, их разность делится и на n тоже. Но если разность делится и на m, и на n, и числа взаимно простые, то в таком случае она делится на m, n, и, значит, на самом деле ничего такого не было, а на самом деле это было одно и то же число. Так что в нашем варианте китайская теорема об остатках является, что называется, абсолютной ерундой, абсолютно очевидной утверждой. На самом деле, китайская теорема об остатках есть в гораздо более интересном варианте в случае, когда нельзя говорить о количестве. То есть, смотрите, представьте себе, что мы брали бы здесь сравнение не по модуру с правильным чисел, а была бы такая страховая ситуация, что есть некоторое кольцо, в нем есть взаимно простые идеалы, то есть идеалы, обладающие тем, что сумма двух из них совпадает со всем кольцом. В таком случае идеалы называются взаимно простыми. И в таком случае она действительно вот такая же штука есть. Но давайте об этом поговорим отдельно. Просто требуется чуть-чуть больше внимательности.